Представленный проект подготовлен в рамках реализации задач по поиску с полосы и увеличению заработной платы. Проектом предлагается с 1 января предусмотреть увеличение размера ежемесячного денежного поощрения депутатов выборами должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих своих полномочий на постоянной основе лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих. С учетом средств на выплату районного и северного коэффициента, размер увеличения в составе также 4800 рублей. Предлагаемые изменения обеспечат взаимосвязь муниципальной службы уровня оплаты труда в соотношении оплаты труда бюджетных работников и также будет фиксировано соответственно увеличению заработной платы сотрудникам, которые получают МРОД. Кроме того, у нас уточнен пункт 2.1 раздела 2 положения, дополняем абзацом следующее содержание. Фонд оплаты труда главы муниципального образования формируется из расчета 12-кратного среднемесячного размера денежного вознаграждения и 12-кратного среднемесячного размера ежемесячного поощрения главы муниципального образования с учетом средств на выплату районного и северного коэффициента. Данный пункт у нас был указан в замечании прокуратуры в положении. В предыдущих редакциях текст был у нас, так скажем, усредненный. Сейчас мы выделяем фонд оплаты труда по главе города, поскольку в принципе учет у нас ведется тоже раздельно. Коллеги, вопросы к докладчику? То есть все те же изменения, только уточнение в связи с замечанием прокурора. Все замечания устранены, учтены в проекте решения. Николай Николаевич рассматривал на месте. Коллеги, предлагаю перейти к голосованию. Поступило предложение о внесении изменений в решении Назаровского городского совета депутатов номер 28206, о подтверждении положения об оплате труда депутатов выборных должностных лиц, учителяющих свои полномочия на постоянной основе лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих, утвердить, кто за. Против. Раздержался. Решение принято единогласно. Продолжение следует... Продолжение следует...